Здравствуйте, меня зовут Кулябов Дмитрий Сергеевич, я профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей факультета физико-математических и естественных наук российского университета дружбы народов. Сегодня я хотел бы рассказать о поступлении на направление подготовки кадров высшей квалификации 090601 информатика и вычислительная техника в российский университет дружбы народов. Эта программа реализуется с 2015 года в соответствии с образовательным стандартом РУДН. Дело в том, что вы знаете, что университеты высшей группы в России имеют право создавать свои образовательные стандарты. РУДН имеет право создавать свои образовательные стандарты и вот на базе этого образовательного стандарта и работает данная программа. Директором направления является Константин Евгеньевич Самулов, доктор технических наук, профессор заведующей кафедры прикладной информатики и теории вероятностей. Форма обучения на данном направлении очное и заочное. Соответственно, при очной форме обучения у нас срок обучения 4 года, при заочной 5 лет. Язык обучения русский. На этом направлении у нас существуют две программы, теоретические основы информатики и математическое моделирование численные методы и комплексы программ. Дело в том, что в отличие от некоторых других вузов, у нас есть свои диссертационные советы по этим направлениям. Теоретические основы информатики это 05.13.17 и математическое моделирование численные методы и комплекса программ 05.13.18. Соответственно, закончив аспирантуру у нас по этим направлениям, вы будете иметь возможность защититься у нас же в университете. И наличие диссертационных советов это большой плюс для данной программы. Естественно, что каждая программа все программы, которые создаются в ведущих вузов, являются уникальными, авторскими и инновационными. Ну почему? Потому что это не стандартные, спущенные сверху программы, а программы, создаваемые учеными, научными работниками, которые имеют свой взгляд на науку, свой подход к науке и, соответственно, свой подход к обучению аспирантов и студентов. Естественно, что работая в научных направлениях, они свою научную работу предлагают в качестве научных квалификационных работ аспирантов. То есть, аспиранты работают по остро актуальным направлениям научных исследований. Плюс к этому следует заметить, что наши кафедры имеют доступ к информационным выяснительным ресурсам, то есть, при подготовке исследований аспиранты могут использовать мощное вычислительное оборудование. Ну и поскольку у нас это не чисто научное направление, а третий уровень образования, то, естественно, в программу входят как лекции, так и большое количество практических занятий, которые выполняют учащиеся аспиранты. Итак, у нас два направления, соответственно, в этих направлениях свои дисциплины, которые изучаются. Есть и общие дисциплины. Ну, конечно, это научное исследование. Но в результате обучения вы являетесь не только исследователем, то есть, человеком, который может пойти в академическую науку или в индустрию, но и преподавателем, то есть, человек, который... Ну, в ней тоже преподавание есть. Человек, который может идти преподавать в университет. Соответственно, вам необходимо педагогическое, получение педагогического образования и прохождение педагогической практики. Ну, естественно, это научно-исследовательская практика. По дисциплинам. По направлению видно, что в одном направлении у нас основывается на теоретических основах информатики. И специфика этого направления, специфика наших научных кадров, специфика нашего диссертационного совета, то, что в рамках данного направления мы занимаемся проблемами теории телетрафика, современными проблемами инфокоммуникаций, опять же, сети следующих поколений, сети 5G. проблемами анализа больших данных и другие исследования в направлении обработки данных и сетей связи. А в программе математическое моделирование основное направление делается на непрерывные модели, соответственно, кроме теоретических алгоритмов и моделей, сюда же входят численные исследования, то есть вы должны уметь проводить численные исследования, знать программы, языки программирования и знать глубоко методы научного моделирования, методы решения численных задач. По окончании аспирантуры вы становитесь научным исследователем и преподавателем исследования. Ну, куда вы можете пойти? Ну, как говорят на Западе, или в академию, или в индустрию. Ну, в академию это у нас или система высшего образования, университеты, вузы, либо академические научно-исследовательские институты, либо на производство, в индустрию, где вы, опять же, можете приложить свои знания. Не уверен, что преподавательские знания точно приложатся, но исследовательские обязательно. Ну, и поскольку вы обучаетесь информационным технологиям, то есть это основа современной промышленности, современной экономики, то с этими знаниями вам открыта дорога, ну, буквально в любое профессиональное направление. На данном направлении вы имеете доступ к разным научно-учебным лабораториям, но в качестве примера мы приведем лабораторию инфокоммуникаций и лабораторию опережающих исследований сетей пятого поколения интернета вещей. Ну, вот примерно картинка об оборудовании. Вот дрон, манекен, работающий с сетями пятого поколения, оборудование сетей пятого поколения. Также, хотя это не является основной фишкой этих лабораторий, хочу обратить внимание на то, что основные лекционные и лабораторные помещения оборудованы электрическими досками, на которых можно показать слайды и интерактивно взаимодействовать с ними. Также мы имеем договоры о сотрудничестве с разными зарубежными вузами. Ну, это, например, Технологический университет Берно, университет региона Калабрия, Италия, университет города Пиза, Италия, и так далее. Теперь кратко по тестам, которые вы должны пройти. Тест состоит из 20 вопросов. На выполнение теста отводится 80 минут. То есть получается 4 минуты на один вопрос. Это более чем щедро. 100 баллов весь тест, 100 балльная шкала. Соответственно, каждый вопрос 5 баллов у нас. В результате, конечно, лучше отвечать на все вопросы правильно. Типы вопросов не очень широкие. В основном это вопросы с выбором, одиночным, множественным, ну и дополнительные вопросы с вычисляемым ответом, чтобы написать, посчитать какое-то решение и ответ записать. Тематика вопросов. Ну, тематика вопросов связана со специализацией с вашей. То есть это у нас моделирование, информационные проблемы, соответственно, связь с теорией вероятности и математической статистикой. То есть вам нужно знать теорию вероятности, мат-статистику, ну, что там знать, дисперсия, свойства вероятности, разные моменты, ковариации. Ну, то есть, в общем, самые основы, грубо говоря. Функциональный анализ, математический анализ, работа с системами линейных уравнений и с матрицами, пределы, математическая теория телетрафика. То есть все достаточно просто. Конкретно вопросы выглядят так. Это я хочу вам продемонстрировать, чтобы вы в первый раз, увидев не впадали в ступор. Ну, вот, например, тут следить за скобками нужно, конечно, сложить две матрицы, предварительно умножив на скаляр и потом свернуть с вектор строка и вектор столбец. В результате получается число, скаляр. Вы его записываете в графу ответ. Тут нам нужно выбрать один из вариантов, приближенную спектральную норму матрицы. тут у нас решить вначале систему линейных уравнений. Она в уме решается. Как видите, все очень просто. Получить вектор решений, вектор решений поставить в первое выражение, получить ответ, записать ответ в графу, которая представлена. Ну, тут применить критерий на количество решений славу и записать, сколько же у нас имеется решений. Предел посчитать. Предел, я думаю, все умеют читать. Это, наверное, еще школьная программа. Не забылось в университете, я надеюсь. Тут фактически нам нужно оценить значение интеграла, ну, вернее, границы, в которых находится значение интеграла. Тут нам нужно подставить, увидеть, какой тип экстремума. Ну, конечно, не подставить, нужно найти экстремумы, быстренько, и увидеть, какой экстремум в точке 0,0. Тут, опять же, у нас координаты точки экстремума. Ну, если бы это было уравнение с одной переменной, это делалось бы вообще мгновенно с двумя переменными. это не усложнение, это просто вариант узнать ваши познания в этой области. Тут у нас два вопроса, видите, на задачу каши разные варианты, или получить ответ, и ответ написать в висляемое поле, либо выбрать один из вариантов ответов. Вопросы на теорию вероятности и математическую статистику. Тут у нас неизвестные вероятности в формировке задачи, и нужно выбрать один из вариантов ответа. тут у нас кусочное задание непрерывной случайной величины, нужно посчитать дисперсию, тут тоже только определение знать, быстро посчитать, все очень просто. Вот ответ, вот вопрос хороший, несколько вариантов ответа, то есть выбрать, тут выбрать один или несколько вариантов ответа, то есть тут множественный выбор будет и вас вставят тупик, потому что не говорят, что ответ только один, ответов предположительно вдруг может быть несколько. И кроме того, этот вопрос проверяет, как вы понимаете математическую аннотацию, что тут написано. Ну и опять проверка математической аннотации, знания и один вариант ответа. Тут у нас функциональный анализ, вот у нас пространство задано и нужно скалярное произведение найти. Опять же приближенно. Вот тут вот это телекоммуникации, фактически знание терминов, понимание, ориентация в области телекоммуникации, что такое СИР, что такое СИНР. Ну и вот опять же тот, кто имеет хоть какое-то представление о теории вопрос. Ну тут и проверяется ваше знание, в том числе и теории телетрафика. Все вопросы, которые у вас возникнут по приемным экзаменам, по приему, просьба относить в центральную приемную комиссию. Тут даны электронные и физические адреса, сайт ее и e-mail. То есть вы можете написать e-mail или получить какую-то информацию на сайте. Желаю вам удачи при поступлении в аспирантуру по данному направлению. До встречи в стенах нашего университета.